я так хочу семью и ребенка но вот никак мужчину встретить не могу вся особенность вот в чем заключается это подмена у меня есть подруга может быть она сейчас смотрит меню ее зовут люба и у этой любы в самом начале была заложена идея о которой вы сейчас говорите ее идея заключалась в том что она хочет замуж она хочет замуж она хочет жить так чтобы у нее появился мужчина любимый ребенок рядом но давайте еще раз вспомним человек может жить по принципу обретения комфорта и второй принцип обретения свободы я смотрю на жизнь этой любы и начинаю смотреть как она живет так вот она живет по принципу свободы какой она зарабатывает деньги она строит бизнес она встречается с партнерами она выбивает деньги и она это делает агрессивно то есть она перекладывает ставит кому-то задачи заставляет кого-то там работать и она это ее задача номер один и она говорит почему у меня нет дело в том что она выбрала тотально для себя это знаете не выбирайте тотально стройте бизнес но не делайте это искренне с горячей душой пусть чуть-чуть у вас будет спокойнее ходите как на работу и ожидайте еще чего-либо так женщины или мужчины которые стремятся очень сильно там на работе проявить себя стремятся к свободе стремятся к свободе финансовой или какой-либо другой свободе они могут поставить для себя крест на дальнейшем замужестве особенно это касается женщин так женщина хочет квартиру для себя там для мамы что-то сделать для брата или еще для чего-то и эта проблема это не нужно так искренне и сильно ставить на этом задачу то есть нужно это делать в половину сил чуть-чуть на это как говорят сейчас в народе забивать то есть не нужно быть таким искренним таким сильным и так тратить на это внимание когда я это сказал она смотрела на меня диким взглядом и говорит то что вы мне сказали андрей я не поняла я ее прекрасно понимаю потому что я и говорю понимаешь ты сейчас делаешь все сама она говорит да а вот для того чтобы выйти замуж ты должна переложить это на плечи кого-либо то есть вот ты заботишься о маме старайся чтобы мама зарабатывала переложи на плечи маме допустим такая семья была у меня девочку зовут виктория и у нее мама живет и брат родной и этот брат родной он у него не получается зарабатывать и у мамы в общем то не получается а девочка всю жизнь пашет и она очень красивая ей там 42 года и она до сих пор не замужем она говорит андрей андреевич почему я не замужем давайте еще раз я вам скажу эти слова дело в том что когда человек хочет чтобы он вышел замуж то он должен переложить со своих плеч на другие плечи ответственность а когда он хочет свободы то он все делает сам то есть выглядит это следующим образом она хочет свободы и эту свободу она хочет создать для брата который не работает то есть она пашет брату отдает она пашет для мамы она пашет для брата пашет для мамы ее самореализация в том чтобы пахать а значит самореализация с путем свободы а есть что нужно сделать нужно сказать пусть брат сам этим занимается пусть мама сама занимается а я не буду этим заниматься и это сломать в ней невозможно и она не замужем да и у нее детей нет она сейчас пробует встречаться ей говорю милая моя до того момента пока ты не скажешь брату зарабатывай сам и не дашь ему ни копейки пока ты маме своей не скажешь мама давай тоже устраивайся на работу и не живи за мой счет и не дашь ни копейки пока ты не найдешь себе возможность что ты не пахарь и не кормилец у тебя будут проблемы потому что ты делаешь все сама а если брат женился то нужно сказать сам и еще для меня тогда если кто-то будет делать для тебя больше чем ты делаешь сама для кого-то ты выйдешь замуж все тадам конец не будет так чтобы все на его плечи переложить не будет не будет нужно забивать каким образом первое начните ходить на массаж немножко забейте на свою работу у меня была девочка подружка она приехала на морской курс ко мне и говорит андрей андреевич а у меня вот двое детей я не замужем что мне делать у меня бизнес я пашу как лошадь я говорю забей она говорит как забей так забей она говорит но что же мне делать делает то что ты делаешь сама переложи это на других людей она говорит а чем я буду заниматься а ты занимайся массажами езди в командировке за границу отдыхай делай так и вот она в очередной раз поехала в египет там или в турции лечу куда-то и со своим же белорусом там каким-то знакомым познакомилась за него замуж вышла и в общем-то живет она говорит как это работает вот теперь вы знаете как это работает до того момента давайте еще расскажу до того момента пока человек живет и делает все своими руками делает для себя и для других то он будет всегда свободным а вам нужно научиться делать это чужими руками это даже связано с работой у вас магазин вы закупки делаете вы там все делаете вы сами торгуете вы будете одинокими что нужно сделать поставьте туда людей и сами не занимайтесь ездите отдыхайте ходите в тренажерный зал занимайтесь здоровым образом жизни видите блок пишите статьи рисуйте делайте что-нибудь что вам будет нравится это сделает вас замужними быстро это проверенный стоп